Ну, все, все сгнило, вот, пожалуйста. Полы ходуном крыши протекают, трубы сгнили. Это лишь малая часть коммунальных бед, с которыми ежедневно сталкиваются жители Доковского общежития. По дороге в туалет на втором этаже люди боятся провалиться. На первой, включая свет, всегда готовы к замыканию гнилой проводки. Где клеенка, где, чем перекрыт у нас комната, чердак, текет. В коридоре у нас, на лестной клетке, пришлось убрать лампочку, потому что прямо на нее текло. Мог бы замыкание быть. Батареи в доме почти не греют. Зимой лопнула она. По КТС пришлось, сняли ее. Здесь она полностью не отапливается. В полу и стенах огромные щели. Зимой дует так, что легкой простудой здесь уже не болеют. Здесь очень холодно. У меня ребенок 17 лет. Она простыла у меня. Заболела. У нее пошло воспаление легких. Потом отек легких. Она лежала у меня в архангельске. Капремонта в доме не проводилось никогда, говорят люди. Текущего тоже не было давно. Даже мусор по данному адресу вывозится не чаще, чем раз в несколько месяцев. Территория давно превратилась в огромную свалку. Они сами все сюда выкидывают. У них нет управляющей компании. А в Ичигодской у них. Ну и что она делает? Ничего не делает. А куда им мусор кидать? И контейнера нет. Ничего нет. Управляющей компании у дома нет уже несколько лет. Ни одна фирма не хочет взваливать на себя столько проблем сразу. Работ здесь уйма. Ни плательщиков тоже. В доме 24 комнаты. Приличных семей всего 6. Неоплаченные квитанции стопкой лежат прямо на кухне. Активисты говорят, это не их задолженность, а собственников, которые здесь регулярно меняются, но не живут. Со слов людей, дешевые комнаты скупают риэлторы и многократно продают их по материнскому капиталу. Вот эта комната сейчас перепродалась, продалась. Вот эта комната продалась по материнскому капиталу. Вот эта комната продалась по материнскому капиталу. А в них люди-то заезжают или просто продают? Они продают, перепродаются, и другие жильцы сюда приезжают, они другим сдают. И вот эта вся катавась, это тоже по материнскому капиталу проданы. Дом у нас Алтыкова щедрена 4А полвека. Его износ 54%. Правда, этой цифре уже 18 лет. Сейчас, по мнению людей, износ дома составляет не менее 70%. И значит, им должны дать новое жилье. Правда, чтобы встать в очередь на квартиру, нужна не народная, а официальная оценка здания. Но за свой счет жители не готовы ее проводить. Я узнавала, сколько это стоит 56 тысяч. Нам это не по силам. Примерно где-то 6-7 тысяч нужно нам собрать. Кстати, буквально с апреля 2018 года стало возможным проведение экспертизы здания за счет фонда капитального ремонта. Жители всех многоквартирных домов оплачивают услуги по капитальному ремонту. С 1 ноября 2014 года прошло уже 3,5 года. Даже на счету этого дома какая-то сумма все равно уже накопилась. Часть людей, хоть и небольшая, но все-таки квитанции оплачивают. У людей сейчас есть юридическая возможность провести общее собрание и обратиться в фонд капитального ремонта с двумя основными моментами. О переносе срока капитального ремонта на более ранний период. И об изменении вида работ. И вот этим видом-то и утвердить проведение обследования. В доме больше половины муниципальных квартир. Но, по словам депутата по округу, заместителя директора информационного расчетного центра Анатолия Арсеева, сейчас даже те, кто не являются собственниками жилья, имеют массу полномочий. Можно, например, нанять подрядчика и заказать какие-то работы по дому. Или выполнить их самостоятельно. Как минимум прибрать территорию, снять со стен паутину или поклеить обои в местах общего пользования.